Ну что же, настало время подвести общие итоги прошедшего первенства России. Ну если говорить об общем впечатлении от соревнований, то да, пожалуй, можно поставить 4 с минусом из 5 возможных баллов. Если мы говорим о мужской дисциплине, то совсем ничего нового мы с вами не увидели, все то же самое, и снова от этого соревнования веет какой-то депрессией, чего, кстати, не было ровно год назад. Тогда Даня Самсонов дал нам надежду, мы все надеялись, верили, но в итоге прошел целый год, и толком нету никакого оптимизма. Петр Гуменник, ну здесь все то же самое, все прыжки в натяжку, скорости нету, но кое-как добрался до подиума, уже молодец. А Андрей Мазалев просто стал немного постабильнее в этом сезоне, хотя опять же допускать такие фатальные ошибки, опускаясь аж на 13 место после короткой программы, ну это никуда не годится. Танцы на льду, пожалуй, разочаровали больше всего, потому что, что касается мужского катания, мы изначально не очаровывались им, там и так все было ясно. Но, казалось бы, танцы на льду, хоть в этом сезоне почти у всех ужасные ритмические танцы, но произвольные, напротив, у большинства пар сделаны очень здорово. И в итоге, что мы видим на первенстве России? Победители юношеской олимпиады, Хавронина и Черезана, снимаются, а оставшиеся лидеры показывают совсем невнятные прокаты. Шанаева Нарижной. Зачем они трогали музыку для произвольной программы? Все и так было сделано нормально. Нет, зачем-то решили поменять, сделали гораздо хуже, и в итоге сама программа смотрелась не так здорово, какой была изначально. Ушакова Некрасов. Талантливая, способная пара, но эти бесноватые пляски, они и надоели. А в данном случае это вообще было скучно. Если в прошлом сезоне, или когда это было, у них произвольная программа была Me Italian, там они тоже бесновато катались, но там хотя бы это частично увлекало. Под определенным углом это очень даже неплохо смотрелось. Хотя что музыка, что хореография также были ужасные. А в этом сезоне все то же самое, только смотрится еще более скучно. Ну что это такое? Ну а Дэвид Смолкин что здесь говорить? Толком на льду нету никакой пары. Есть фигуристка, есть фигурист. Одна старается, что-то пытается показать, а другой будто бы вообще не понимает, где он и что он делает на льду. Ну и над самим катанием тоже нужно работать. Пока катаются слабовато. Что у нас касается парного катания, вот эта дисциплина у нас получилась, пожалуй, самой ровной. Что короткие программы, что произвольные. Были и там, и там небольшие ошибки. Но в общем и целом это никак не сказалось на впечатление от прокатов. Панфилов и Рылов, ну это просто боги парного катания. Теперь нужно работать над катанием в целом. Улучшать химию между партнером и партнершей. Ну и само собой учить тройные прыжки. Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, я бы сказал, удивили на этом первенстве России, что в короткой программе, что в произвольной, чувствовалось что-то особенное. Один элемент шел за другим, и это было настолько одним потоком, настолько это казалось неразрывным. Вот бывает, катают программу, и все элементы из нее как-то выбиваются. Или, например, небольшие остановки появляются. То есть катание напоминает катание по кочкам. Не видно целой программы. А в случае Ксюши и Валеры, чуть ли не впервые, у них все было сделано настолько классно, что перестаешь замечать время. Будем надеяться, что это не разовый случай, и они продолжат так же кататься. Ну и Артемьева Назарычев. Замечательные прокаты, огромный потенциал. То, что можно предположить, как данная пара будет выглядеть после всей шлифовки, после улучшения тех или иных элементов, ну это действительно впечатляет. Так что пара совершенно замечательная. Ну и что у нас касается женской одиночной дисциплины. Камила Валиева очень здорово откатала обе программы. Девочка прекрасно слышит музыку. Ну и не может не радовать ее стабильность, которой совсем не было в прошлом сезоне, да и в начале этого сезона, скажем так, покачивала. Сейчас Камила выглядит более уверенно, и речь здесь в первую очередь именно о тройных прыжках. Но, конечно, нужно добавлять в катание. Дальше у нас идет Акатьева. Соня показала прекрасный результат. Второе место. Если говорить о послевкусии, остается ощущение небольшой тяжести. Как мы об этом ранее говорили, такое ощущение, что у нее на ногах небольшие гири, которые так или иначе ее сдерживают. То есть видно, что она может кататься быстрее и расковывание. А вот эти прокаты были больше такие зажатые. И в некоторых местах не хватало скорости. Ну и то же самое касается ее прыжков. Речь про обычные тройные прыжки. Как-то это все было в натяжку. Хотя Соня может делать эти прыжки с гораздо более скоростным выездом. Ну и что касается Даши Усачевой. Ну от ее прокатов примерно то же ощущение, которое было в начале сезона на контрольных прокатах юниоров. Там Даша также прекрасно каталась в короткой программе. Ну правда в произвольной, по-моему, упала с дорожки шагов. В этот раз, к счастью, никаких падений не было. Было видно, что боролась за некоторые прыжки, особенно в произвольной программе. И в целом справилась. Катается замечательно. На льду выглядит очень здорово. Двойной аксель замечательный. Но тем не менее нужно работать над стабильностью и над тем, чтобы чувствовать музыку. Так что да, в целом, если посмотреть на все соревнования, в целом сложить все впечатления от прокатов, ну кроме мужского, потому что если его прибавить сюда, то вот эта средняя оценка резко упадет. А так вот женское катание танца на льду и парное катание твердая четверка с минусом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok